Всем добрый день! Мы продолжаем обсуждать книгу Форстона «Метафизика и математика произвольных объектов». Сегодня у нас пятая глава, которая называется «Структура в математике». Форстон начинает достаточно издалека. Он вспоминает о Платоне и Аристотеле и говорит, что вот, например, Платон утверждал, что существуют какие-то идеи, которые понимаются как абстрактные сущности, они определяют существование вещей и, собственно, являются предметом научного знания, потому что они не меняются, в отличие от тех вещей, которые мы с помощью обычного восприятия можем познать. Аристотель тоже согласен с Платоном, что предметом научного знания является форма, но при этом Аристотель выдвинул гелиоморфизм. У него получилось так, что форма и материя созависимы. Вот это известная история про концептуализм в духе Аристотеля, что формы существуют в самих вещах, а не где-то отдельно в третьем мире. То есть не являются такими вот абстрактными, неизменными сущностями, как у Платона, причем уникальными какими-то. Только одна идея стола, например, есть, которая реализуется во многих столах. Вот. И приблизительно в 1900 году, говорит Хорстон, понятие формы заменяется на понятие структуры, и после этого научное знание начинает пониматься как знание структур. Но, тем не менее, хотя такая переформулировка произошла, спор Аристотеля и Платона, то есть что же такое вот эта вот форма, что же такое идея, в каком виде они существуют, он все равно является актуальным, и в настоящее время он касается как раз-таки структур. По идее, очень хорошо было бы придерживаться реалистской позиции, ну, по крайней мере, это такая точка зрения, скажем так, по умолчанию. Однако история науки говорит нам, что с реализмом что-то как-то не все так гладко. И возникает вопрос, в какой мере стоит верить даже в наилучшие научные теории, как это, например, нас призывает делать Куайн. Допустим, реалисты, конечно же, говорят, что в них нужно действительно верить, нужно принимать существование всех объектов, которые этими научными теориями, наилучшими теориями предполагаются, которые постулируются, в том числе те, которые ненаблюдаемы. То есть объекты, свойства и отношения, все, которые постулируются наилучшими научными теориями, должны признаваться как существующие. С другой стороны, антиреалисты говорят, что это некорректная точка зрения, и нужно верить только в те объекты, свойства и отношения, которые мы, в принципе, можем наблюдать. Все, что ненаблюдаемо, то, соответственно, должно быть отвергнуто как нечто несуществующее, как некоторая выдумка, несмотря на то, что даже это может быть, постулируется наилучшей научной теорией. Аналоги в философии науки Хорстон находит, например, у Уоррала, который занимает позицию эпистемического структурализма. Согласно Уорралу, рационально верить в структурные теории, а нерационально верить в неструктурные теории. Потому что, говорит Уоррал, утверждения структурных теорий, они выживают при научных революциях. Это такая аристотелевская позиция, получается. С другой стороны, у нас есть Лэдди Мэн и Рос, которые выдвинули позицию антического структурализма. С точки зрения Лэдди Мэна и Роса, физическая реальность состоит только из структур, а каких-то физических объектов, вообще-то говоря, нет. Есть только структуры и все. Физических объектов не существует. Это платонизм. Это платонизм. Ну, в философии математики понятное дело, что структурализм начинается с Бене Церафа, с его знаменитой статьей, которую он в 60-х годах опубликовал с критикой теоретика множественного редукционизма. Чем не могут быть числа. И Бене Цераф говорит, что математика должна пониматься как наука о структурах. При этом, с точки зрения Бене Церафа, никаких сугубо математических, специфических математических объектов не существует, но есть некоторые реализации математических структур, и они могут быть обнаружены в наборах физических объектов. То есть наборы физических объектов реализуют математические структуры, но самих по себе математических объектов нет. То есть нет никаких натуральных чисел, никаких графов, ни действительных чисел, ни функций, ничего такого. И структуры тоже не существуют. На самом-то деле, с точки зрения Бене Церафа, они реализуются именно в этих наборах объектов. Сами по себе они не существуют. То есть у него такая аристотелевская позиция. По аналогии с платонизмом и аристотелизмом в истории философии, в философии математики, мы можем выделить неэлиминативный структурализм и элиминативный структурализм. То есть элиминативный структурализм, это вот, например, позиция Бене Церафа, она, в общем-то, является аристотелевской позицией. Неэлиминативный, собственно, это платонистская позиция, но о них более подробно дальше речь будет идти. Неэлиминативный структурализм говорит, что структуры супервентны над объектами. То есть вот есть некоторый набор объектов, и мы можем говорить о структуре этого набора объектов и сравнивать структуру этого набора объектов со структурой другого набора объектов. Вот, например, так можем делать. Но сами по себе структуры не существует. То есть разговор о структурах сводится к разговору о наборах конкретных объектов. С точки зрения неэлиминативного структурализма вот этой платонистской позиции структуры понимаются как некоторые универсалии, как вот эти идеи, формы, и они существуют независимо от реализации. Хорстон говорит, что при обсуждении предмета математики нам необходимо обратить внимание на неформальные рассуждения математиков, и математики в неформальных рассуждениях очень часто говорят о каких-то структурах, говорят о структуре натуральных чисел, например, о каких-то структурах, реализованных графами и так далее. Но поскольку Хорстон занимает позицию наивной метафизики, он наивную метафизику как метод использует исследование своего, для него вот этот вот спор о существовании, то есть спор Платона с Аристотелем оказывается неважным. Хорстон также в духе наивной метафизики отказывается от редукционизма, то есть его вопросы сводимости структур к наборам физических объектов не сильно-то интересует. Но и, собственно, цель его заключается в том, чтобы использовать вот этот вот наивный метафизический подход для того, чтобы прояснить природу метафизических структур, что же это такое. Мы еще не знаем, существуют они или не существуют, не знаем, сводимы они или не сводимы к наборам конкретных объектов, но это наивного метафизика не интересует. Вот у нас математики, они ведут речь о структурах, значит, мы должны изучить, что это такое, что за структуры такие, о которых они говорят. Такой вот подход у Хорстона, то есть обращение к математической практике происходит. При этом Хорстон говорит, что любой ответ на вопрос о том, в чем заключается природа, то есть предмет математики, он выходит за рамки этой математической практики и нарушает ее. То есть мы должны воздержаться от приписывания математике какого-то конкретного предмета. Мы должны обращать внимание только на то, как математика делается самими математиками. Что математики делают, то как бы и позволит нам математику с философской точки зрения описать. Что же там за предмет у математики, мы не знаем. И, в общем, скорее всего, этот вопрос даже является неразрешимым. Хорстон так напрямую не говорит, но у меня, по крайней мере, складывается такое впечатление. Тут же он вспоминает о позиции Бюрджеса. С точки зрения Бюрджеса в математической практике вот этой самой встречается указание на объекты, в том числе и без какой-то фоновой структуры, то есть на объекты, которые не предполагаются как объекты некоторой структуры. И эти объекты понимаются неподобно абстракциям логицистов или неологицистов и понимаются неподобно бесструктурным точкам структуралистов. Вот что за бесструктурные точки структуралистов, об этом подробнее речь пойдет, когда будет обсуждаться неэлиминативный структурализм. Значит, пример Бюрджес приводит кортежи и зен-объектов, которые используются при исследовании арифметики, ну, по идее, их можно, конечно, в неологицистском духе вводить через абстракцию, но в рамках математической практики так обычно не делается. Их, конечно, можно кодировать с помощью натуральных чисел, там, не знаю, какой-нибудь Годелеву нумерацию задавать, например, но это тоже не сильно плодотворный подход, и более того, вот эти самые эн-кортежи, они все равно не являются позициями структуры натуральных чисел. То есть мы изучаем арифметическую структуру, структуру натуральных чисел, используя какие-то инструменты, но эти инструменты этой структуре, в общем-то, не принадлежат. Кроме того, в математической практике речь еще идет о вычислениях, а не только о каких-то доказательствах теорем, и на вычисления тоже необходимо обратить внимание. Ну, тут надо отметить, что, в общем-то, Бен Церап вот в этой самой своей изначальной статье, он на вычисление внимания все же таки обращает, потому что одной из мотиваций для его структуралистских исследований является исследование понятия счета. Вот. Ну, то есть Хорстон утверждает, что предметом математики структуры, в общем-то, не являются, ну, или, по крайней мере, они не исчерпывают предмет математики, даже если математика изучает структуры. Но, тем не менее, вот поскольку в математической практике о структурах идет речь, мы должны, как наивные метафизики, прояснить, что же это такое, прояснить природу структур. То есть, сам по себе структурализм недостаточен для описания математики, его следует дополнить какой-то соответствующей теории математического объекта, но структурализм с точки зрения Хорстона все равно является очень привлекательной позицией, по меньшей мере, потому что в настоящее время занимает практически все дискуссии о том, что же такое математика. Еще одно разделение, которое является важным и которое возникает в рамках структурализма, это разделение на конкретные, абстрактные и на категорические теории и алгебраические. Значит, конкретные объекты понимаются как объекты, которые близки к квази-конкретным объектам Парсонса, то есть они не мыслятся без какой-то реализации. Ну, когда мы что-то пытаемся описать в рамках, допустим, ефглировой геометрии, мы предполагаем, что вот эти вот объекты, которые мы описываем, они находятся в каком-то пространстве, пусть оно даже не является физическим пространством, является ефклидовым пространством, но тем не менее, эти объекты все равно очень похожи на те объекты, с которыми мы встречаемся в нашем чувственном опыте. Они гораздо ближе к чувственному опыту, чем какие-то объекты, о которых говорит, допустим, там, не знаю, теория групп, например. Вот, то есть вот такой вот конкретный и абстрактный. Конкретный у нас, соответственно, например, арифметика, абстрактный – это, не знаю, вроде как теория множеств, хотя по этому поводу есть разногласия. Или конкретными, например, является теория графов, абстрактной является теория групп. Далее категорические математические теории описывают одну структуру, например, арифметика является категорической, она описывает структуру натуральных чисел. Вот мыслица обычно, она в качестве некоторой одной, единственной уникальной структуры, что вот никаких других похожих структур нет. И вот математика ее описывает. С другой стороны, алгебраические математические теории, они описывают семейство структур, и вот там какая-нибудь алгебра, теория групп, ну и все такое прочее. Вот такое вот разделение. Ну, давайте посмотрим, что там у нас дальше происходит с платонизмом и редукционизмом теперь. Вот Хорстен говорит, что платонизм в 20 веке вообще-то был возрожден Гёделем. Это известные его работы конца 40-х годов, в которых он, правда, обсуждает понятие множество, другие математические объекты как-то им не рассматриваются, но тем не менее. И вот он говорит о том, что математические объекты, математические понятия, они существуют, подобно там каким-то абстрактным сущностям, подобно идеям Платона, они объективны, и зачем они нужны? Они нужны для того, чтобы объяснить математический опыт. Гёдль говорит о том, что у математика и, вероятно, в принципе, у всех остальных людей есть особая способность, это математическая интуиция, которая представляет собой не такое, что-то типа чувственного восприятия, но только в интеллектуальной сфере. Такое квазиперцептивное отношение позволяет создавать между исследователем и изучаемыми объектами, которые существуют где-то вне времени пространства, они каузально инертны, ну и так далее. Вот как, собственно, все формы у Платона, например. В 20 веке мы можем наблюдать, что теория множеств становится как бы мейнстрима в области основания математики, и поэтому предполагается, что все математические объекты сводимы к теории множеств так или иначе. То есть каждый математический объект вероятно может быть представлен в качестве какого-то множества. Здесь же развивается платонизм в духе Гёделя, но не совсем Гёделевский, то есть Санта Гёдель такого не придерживался, но, по крайней мере, этот платонизм по духу очень похож на Гёделевский. Я уже сказал, что Гёдель обсуждает именно множество как математические объекты в своих работах, а о каких-то других объектах он толком-то ничего и не говорит. То есть непонятно, считал Гёдель на самом деле, что, например, двойка существует как некоторый абстрактный объект в третьем мире или он так не считал. Не совсем ясно. Но вот этот вот платонизм в духе Гёделя предполагает антологический редукционизм, то есть мы сводим все математические объекты к множеству определенного вида, но понимаем эту сводимость не просто как изоморфизм, то есть мы не просто говорим, что, допустим, там структура натуральных чисел изоморф на некоторой структуре множеств кумулятивной иерархии. Каким-то множеством выбран из кумулятивной иерархии цермел. Мы еще и буквально отождествляем, говорим, что на самом деле двойка – это вот там какой-нибудь конечный орденал фон Неймана, вот такого-то вида. Или, если мы придержимся другого подхода, мы, например, говорим, что это будет нумерал цермела какой-то, вот такого-то вида. То есть вот этот платонизм в духе Гёделя, он предполагает вот этот антологический редукционизм, сводимость всей математики к теории множеств. Собственно говоря, вот эта позиция Бенцерафа и не устраивалась, и в вот этой обозначенной статье «Чем не могут быть числа?» Бенцераф говорит о том, что теоретика множественного редукционизма ошибочен. Предлагает аргумент, который позже был назван «проблемой отождествления», или некоторые другие авторы ее называют «проблемой не единственности представления математического объекта». Заключается он в том, что вот у нас есть некоторое натуральное число два. Мы можем его представить с помощью нумерала цармела. Это будет одно множество. Можем представить в виде конечного ординала фон Неймана. Это будет другое множество. Бенцераф только два варианта сводимости рассматривает, но на самом деле их вообще сколько угодно. Лукас там говорит о том, что есть еще один вариант сводимости, но и это тоже не исчерпывает сводимость натуральных чисел к множествам, потому что мы знаем, что такие нестандартные модели существуют и это позволяет, то есть вот эти теоремы любим гейма скулема позволяют говорить о том, что вообще-то говоря вариантов сводимости сколько угодно. То есть двоек на самом деле в теоретике множественном смысле сколько угодно может быть. Ну и если мы действительно отождествляем у нас получаем отождествляем двойку с тем объектом, к которому мы ее сводим, у нас получается, что два равно одному множеству, два равно другому множеству, два равно третьему и так далее. А по транзитивности равенства у нас получается, что все эти множества оказываются равными, что просто противоречие дает. Вот такой вот достаточно простой аргумент, но очень интересный и крайне влиятельный. Если о Геоделе можно так вот сказать, что существовала философия математики до Геоделя и после, то про Бенцерафа то же самое можно сказать. Существовала философия математики до Бенцерафа и после Бенцерафа. То есть Бенцераф очень сильно изменил философию математики вот этими своими исследованиями. Ну, кроме проблемы отождествления, еще проблемы, связанные с математической истиной из другой статьи его также являются актуальными. Бенцераф предлагает одно из решений проблемы отождествления. Вообще-то говоря, их можно как минимум два вывести. Можно говорить о том, что существует большое количество суи-генрис объектов, то есть объектов, которые не сводятся к чему-то, например, к множеству, не редуцируются. А второе решение это то решение, которое предлагает Бенцераф. Бенцераф говорит, что математические теории, видимо, описывают математические структуры, а на самом деле математических объектов нет, то есть вообще-то чисел как бы нет. Здесь просто разговор о структурах, а элементы этих структур это конкретные даже физические, наверное, объекты, и вот они могут выполнять роль некоторых математических абстракций. Вот, теперь, собственно, перейдем более подробно к эллиминативному структурализму. Будем говорить, что есть некоторая система SR, где S это набор объектов, R это какое-то отношение над ними. Мы будем говорить, что две системы изоморфны, когда они находятся в сохраняющем структуру отношений, то есть отношение R у нас сохраняется. и в этом случае мы будем говорить, что эти две системы реализуют одну и ту же структуру, то есть имеют общую структуру, реализуют одну и ту же структуру. Ну, Хорстон здесь правда говорит не об изоморфизме, а он говорит системный изоморфизм, да, ну, я для простоты просто говорю об изоморфизме. Вот, то есть выдвигается тезис, который у Хорстона называется тезис 5.1, он звучит так, для любых систем SR и S'R' структура SR совпадает со структурой S'R' тогда и только тогда, когда эти системы изоморфны. Вот здесь надо подставить системную изоморфную. Вот этот подход, в общем-то, он может быть подвержен парадоксу в духе Бурали-Форти, но для того, чтобы этого у нас не возникало, мы будем ограничиваться только теми системами, которые имеют размер не больше, чем множество. Таким образом, в рамках элиминативного структурализма предлагается осуществлять перевод произвольного математического утверждения φ следующим образом. Во-первых, в данном случае идет речь об арифметике, хотя такая же схема перевода и для теории действительных чисел возможно, но мы на арифметике только остановимся. Ну и для других теорий тоже как-то можно это предложить. Значит, в случае арифметики мы 0 заменяем на первопорядковую переменную х нулевое, соответственно, функции, следующее число, функцию сложения и функцию умножения мы заменяем, операции, сложения и умножения заменяем на второпорядковые переменные, которые будут обозначены RS с индексом S R плюс и R умножить и мы сделаем ограничение квантеров, мы ограничим квантеры объектами, которые входят в набор объектов S. То есть у нас получается схема перевода вот такая вот, которая говорит следующее, что если есть некоторая система конкретных объектов, в которой можно выделить ноль, на которой заданы какие-то отношения, и эти отношения будут у нас соответствовать функции взятия следующего числа, функции сложения и функции умножения, и эта система выполняет аксиомы второпорядковой арифметики пиано, то тогда наше произвольное математическое утверждение фи переведенное на язык описывающий данную систему является истиной. Слушай, а почему второпорядковый? Это нужно для того, чтобы обеспечить категоричность. А, окей, понятно. Потому что у первопорядковой арифметики пиано есть нестандартные модели. Ну да, да, и специально берется второпорядковые, чтобы их не было. вот такая вот схема перевода. То есть tau это функция, которая все там заменяет все вот эти вот значки на соответствующие переменные. Вот. Ну что, дальше. Значит, у нас получается так, что всякая выполняющая аксиомы второпорядковой арифметики пиано система является омега последовательностью, то есть некоторым набором натуральных чисел, как бы натуральных чисел. И вот это вот перевод произвольного математического утверждения фи на язык, скажем так, эллиминативного структуралиста говорит, что это утверждение фи истинно для всех омега последовательностей. Да, вот у нас там для всякого S, соответственно, какую бы мы систему конкретно не взяли, если в ней можно произвести вот такую вот замену, то есть выбрать точнее элементы, которые соответствуют нулю, следующему числу, какое-то отношение на сложение, умножение и так далее, то вот там у нас будет произвольное арифметическое утверждение фи истинно. Вот, но на самом деле, поскольку сложение и умножение определяются через понятие следующего числа, то от переменных второпорядков переменных R с индексом плюс и R с индексом умножить можно избавиться. То есть можно проще, конечно, схему сделать, но Хорстен по какой-то причине хочет иметь полную схему. Вот, ну и, собственно говоря, тут вспоминается, естественно, вот это знаменитый результат Дедекинда, который уже при обсуждении первой главы упоминался. Это результат из его брошюры «Что такое числа и для чего они служат?», где Дедекин, собственно, формулирует аксиомы, которые в дальнейшем были доработаны пиано, и теперь они называются аксиомами пиано, хотя правильнее было бы говорить аксиомы Дедекинда пиано. И там Дедекин говорит, что вот есть некоторые просто бесконечные системы, он такой термин использует, и вот просто бесконечные системы это системы, которые выполняют аксиомы, выполняют эти вот аксиомы, им сформулированы. И далее он доказывает, что все эти системы изоморфны. В прошлый раз, когда мы первую главу обсуждали, я также говорил о том, что Дедекин все-таки еще некоторую каноническую систему себе предполагает, то есть он говорит, что есть на самом деле некоторая система натуральных чисел, а все остальные просто бесконечные системы, они вот что-то типа реализации, хотя он напрямую не говорит о реализациях, но он говорит, что есть канонические натуральные числа, а есть еще все остальные, но они изоморфны, поэтому нам без разницы какую систему выбрать. По поводу связи между произвольным, в данном случае арифметическим утверждением ФИ и его переводом на язык элиминативного структуризма относительно содержания этих утверждений есть по меньшей мере две точки зрения. Одна предполагает германифтическую интерпретацию, согласно которой содержание у них является одинаковым и тогда мы без проблем можем их взаимозаменять. Вторая это революционная интерпретация, которая говорит, что у них содержание разное, но все равно ФИМ должно быть заменено на перевод на элиминативно структуральный язык. Но здесь есть некоторые затруднения. Затруднения связаны с тем, что у нас второпорядковые теории используются. Второпорядковая логика зачастую позиция по умолчанию поясняется через теорию множеств. Например, истинность определяется для какой-нибудь формулы со второпорядковыми переменами вот таким образом. Вот у нас есть для всякой второпорядковой переменной Х ПИ Х истина в модели М. Если интерпретация ФИ выполняется для всякого подмножества А этой самой модели М. То есть у нас получается так, что элиминативный структурализм не работает для теории множества. само по себе это, конечно, не проблема, но есть некоторые важные допущения. В теориях, в которых имеется квантификация по бесконечно многим системам или по системам из бесконечного числа объектов, у нас возникает следующее. Интерпретация перевода какого-то произвольного математического утверждения ФИ предполагает указание на все подмножества бесконечного набора. И вот это понятие все подмножества бесконечного набора является проблематичным, поскольку мы не знаем, сколько точно подмножества есть даже у наименьшего бесконечного множества. Вот тут проблема с континуум-гипотезой возникает, она у нас неразрешима, и соответственно мы точно не знаем, есть ли между мощностью счетно-бесконечного множества и континуум какие-то еще мощности, неизвестно. Вот, ну, то есть, как бы возникает вот эта вот сложность с использованием второпорядковой истинности, и вопрос, собственно, заключается в том, является ли второпорядковая истинность достаточно определенным понятием, чтобы использовать его в интерпретации. Здесь можно говорить и об альтернативной точке зрения, можно в духе Скулема понимать вот этот вот перевод на элиминативно-структуралистский язык как утверждение с двумя сортами и оно будет у нас тогда первопорядковым, но в этом случае у нас возникают нестандартные модели, да, ну, я имею в виду здесь это семантика для второпорядковой логики в духе Скулема, он как бы предлагает сводимость второпорядковой логики к первопорядковой двухсортной, но, естественно, у нас вот нестандартные модели появляются, нет категоричности, а категоричность для, по крайней мере, некоторых исследователей это желаемое свойство по меньшей мере некоторых математических теорий и арифметики в частности, и как-то вот хотелось бы эту самую категоричность сохранить. А вот та стандартная семантика, это семантика в духе Хенкина, что ли? Нет, не в духе Генкина. А вот если семантика в духе Хенкина посмотреть, она тоже не прокатит? Мне кажется, вот я сейчас навскидку не скажу, но по-моему Генкина тоже что-то типа с Кулимовского подхода и там вроде как тоже возникает стандартная модель. Понятно. А теоретика игроковую мы не берем, потому что нам нужен теоретика множественной, ну, сводилась к теории множеств, так? Почему не берем теоретика игровой? Это вот хороший вопрос. Я не знаю, почему Хорстон не рассматривает теоретика игровой, здесь вообще никак не упоминает его. Ну, может быть, как вариант можно взять теоретика игровой подход. но здесь как бы Хорстон упоминает, что вот смотрите, у нас есть стандартный подход к семантике второпорядка логики, он вот такой, у него вот какие-то проблемы и все, как бы, больше ничего дальше не говорит. Может быть, теоретика игровой бы нас спас. Ну, не знаю, то есть, как бы, по-моему, второпорядка такая штука, что вопрос о том, какая там семантика стандартная, он такой очень расплывчатый и, не знаю, по-моему, игры Фрайса или Фойхта тоже стандартный подход. Ну, ладно, нет, нет. Ну, по крайней мере, вот то, что Хорстон написывает, оно в литературе прям так и называется стандартный подход. То есть, стандартная семантика, прям такой термин, как бы стандартная семантика. Семантика Генкина, это уже не стандартная семантика считается. Ладно, спасибо. Так, ну вот, значит, сохранение категоричности у нас, как сохранить категоричность. Хорстон говорит, что, ну вот, смотрите, можно сохранить категоричность, если мы будем множественную квантификацию использовать. Множественную квантификацию мы уже довольно подробно обсуждали много раз и, в частности, когда книжку Линоба читали про тонкие объекты, там у него прям большой раздел про эту самую множественную квантификацию есть. Но, помимо этого, у Линоба есть еще книжка отдельно с Сальвадор и Флорио, где они как раз такие вот множественную квантификацию рассматривали. Поэтому я тут как-то так мельком скажу. В общем, тот результат, который был получен еще Булласом в 80-х годах прям таки собственно Буллас предложил множественную квантификацию состоит в том, что множественной квантификации достаточно для того, чтобы представить монадическую второпорядковую логику. Вот, но поскольку в арифметике уже об этом речь шла сегодня, можно задать кодирующую функцию, мы в случае арифметики можем получить вообще полиодическую второпорядковую логику, в которой у нас будут вот эти множественные квантификации. Но с множественной квантификацией тоже есть некоторые затруднения и в частности вот Майкл Резник неэлиминативный структуралист он использует тезис Куайна и он как бы использует Куайновскую критику второпорядковой логики против множественной квантификации. Он говорит, что вот на самом деле множественности они являются множествами под прикрытием, то есть как бы не решает эту проблему вроде как с точки зрения Резника, но тем не менее. Значит, как это возражение работает? Резник говорит, что вот эти все выражения множественные типа там эти их те и так далее они объединяют разные объекты в некоторые единый объект, то есть как бы в множество по идее, да, то есть создается множество некоторых и вот нет никаких множественностей, есть просто множество и все с точки зрения Резника. Ну, не знаю, может быть. И Хорстон как-то тоже не останавливается на этой точке зрения, да, он как-то большого внимания ей не уделяет. То есть вот есть возможность ответа для элиминативных структуралистов использовать, ну, на проблемы с категоричностью использовать множественную квантификацию. У множественной квантификации есть такая дальнейшая проблема, то есть элиминативные структуралисты должны представить свой ответ. Пока ответа, видимо, нет. Но, говорит Хорстон, гораздо важнее это проблема с определенностью понятия истины во вторых порядках в логике, которая уже была обозначена выше. Так, ну, есть дальнейшая проблема с элиминативным структурализмом и заключается она в следующем. Ну, вот, очень хорошо, если системы, которые реализуют, допустим, аксиомы пиана, существуют или хотя бы одна система такая существует из конкретных объектов, тогда у нас условия истинности произвольного утверждения фи и его переводы совпадают. Если же таких систем не существует, то у нас проблема. Да, перевод представляет собой импликацию, где у нас в антициденте аксиомы пиана, в консеквенте вот это фи. Если аксиомы пиана ложны, то есть нет набора объектов, которые реализуют аксиомы пиана, то тогда у нас любой перевод, любого утверждения, истинного или ложного, без разницы, будет давать истинную истину. Если у нас антицидент ложен, то без разницы, какое истинное значение консеквента у нас всегда будет истина. То есть схема перевода в таком случае не работает. Более того, если мы обратим внимание даже на арифметику, вроде казалось бы простая теория, но для нее требуется бесконечная множественность объектов. И мы знаем о том, что еще Гильберт предостерегал обращаться к бесконечным таким штукам всяким, бесконечным объектам, бесконечным множеством, что в мире может быть и нет ничего бесконечного, как Гильберт заявил однажды. То есть действительно есть проблема, где же найти такую систему, которая бы выполняла аксиомы пиано и гарантировала, что элиминативный структурализм в принципе должен работать. То есть мы встаем на позицию методологического аффинитизма Гильберта и с нее не отходим, это принципиально какой-то момент, что мы рассматриваем системы типа Генсеновской как проблематичные. Не совсем. Значит тут идея состоит в следующем. Вот у нас есть арифметика, структуралисты говорят, что она описывает структуры, которые реализованы в виде физических объектов. Хорошо, но где вот это самое бесконечное количество физических объектов? Ну, количество атомов в известной вселенной, в наблюдаемой вселенной конечно. Где модель-то для арифметики пиано? Ну, то есть, где эта система, которая служит моделью для арифметики пиано? Ну, видимо, нет ее здесь, в нашем мире. Ладно. Ну, то есть, это, конечно, не категоричное утверждение, да, и Гильберт, когда говорил, он говорил о том, что не стоит, не стоит отказываться от идеи того, что мир конечен. Может быть, он действительно конечен окажется. И тогда у нас как бы с моделями трудности возникают. А сказать, что он как-то потенциально бесконечен, это не вариант? Потенциально бесконечен? Ну, тут какие-то метафизические теории должны быть, которые все это объясняют. Ну, вот сейчас есть предложение о том, как это все решается. Значит, одно из предложений это теоретико-множительный структурализм. То есть, у нас получается, что есть теория множества, которая представляет собой исключение, она не описывается структуралистски, она у нас платонистски интерпретируется, и множество на самом деле существует, и вся вот эта кумулятивная иерархия существует, как некоторые абстракции, и тогда мы можем к ней обращаться, она будет давать нам модель. Тогда у нас иллюминативный структурализм работает. Но это вступает в противоречие с общей такой номиналистской направленностью элиминативных структуралистов. То есть, они вроде как хотят отказаться от абстрактных сущностей и сказать, что вот на самом деле это все системы конкретных объектов, а тут у нас появляется, что есть какие-то множества, которые не конкретные объекты, абстрактные, и, ну, как бы это вариант, конечно, да, ответа на данные затруднения, но элиминативные структуралисты вряд ли его примут. Второй вариант это если не множество использовать, то можно ну, и даже если физических объектов бесконечно много, вот, то есть, если не множество мы используем, если даже мир бесконечен, если физических объектов бесконечно много, то вдруг окажется так, что структура физического мира другая, и она не делает эксиомы пиано истинные. Вот такое вот другое замечание. Ну, например, тут вот Хорстон вспоминает о миреологии Квайна Гудмана, которую они представили в своей статье 34-го года «Шаги по направлению конструктивному номинализму». И вот Хорстон говорит, что миреология Квайна Гудмана описывает другую структуру, и она не может использоваться в качестве модели для, например, арифметики пиано. То есть, там структура не подходит. Мы не найдем такие отношения между объектами, которые бы выполняли роль операции сложения, умножения и взятия следующего числа. Вот. Есть другой еще вариант. Есть прекрасная книжка Филда «Наука без чисел», где он свой номинализм развивает и говорит о том, что пространство-время можно использовать для интерпретации математических теорий. Но тут тоже есть определенные трудности. Хотя физический мир вряд ли можно помыслить себе без пространства, без пространства-времени, то вариант Филда многообещающим является. Но принятие этого варианта решения проблемы зависит от правильности соответствующей метафизической теории пространства. Если метафизическая теория пространства, которая Филдом предполагается, является неверной, то тогда у нас как бы все основа не работает. Вот. Ну и также теория Филда не дает интерпретацию математическим теориям, в которых постулируется слишком много объектов. В частности Хорстон говорит о 2 в степени 2 в степени омега. То есть Филдовской теории недостаточно для этого. Еще один вариант, как можно с этим справиться, это обратиться к модальности и так делает Хелман в книжке «Математика без чисел». У Филда была «Наука без чисел», у Хелмана «Математика без чисел». Там он говорит о том, что есть два компонента. Он говорит, что есть компонент категорический, это вот он выражается первой формулой с оператором возможности вначале. И гипотетически это вторая формула с оператором необходимости. Значит, первая формула у нас говорит о том, что если использовать неправильный способ речи, неправильный с точки зрения Хелмана, то в каком-то достижимом возможном мире есть набор объектов, выполняющих второпорядковые аксиомы пиана. Соответственно, гипотетический компонент, опять же, в рамках некорректного разговора говорит, что во всяком возможном мире, где выполняются второпорядковые аксиомы пиана, у нас утверждение Фи будет истинным. Вроде как этот подход спасает элиминативный структурализм, но здесь есть опять сложности с тем, что же такое модальность и как ее надо понимать. Вот у Хелмана, для того, чтобы у него подход применялся и к теории множеств в том числе, у него модальность понимается как примитива, то есть мы не можем использовать стандартную семантику возможных миров, для того, чтобы объяснять, что же это за значки такие, вот это вот ромбик и боксик, что это такое за значки такие. У Хелмана нет объяснения того, что это за значки, то есть он говорит, что мы можем так неправильно говорить, и этот неправильный разговор это как бы некоторая эвристика, эвристика о том, что значит возможность и необходимость, но на самом деле это какие-то другие понятия, которые являются примитивыми. А какая у нас семантика у этой формулы? Вот у нее как бы в явном виде нет никакой семантики. Ладно. Ну, в книжке у Хелмана и в его последующих статьях отдельно семантика для ромба и бокса никак не прописывается, хотя он говорит, что они ведут себя так же, как соответствующие значки в S5, но откуда он это взял, как бы не совсем ясно. Странно, ладно. Вот, ну, то есть они у него примитивы, они дальше не анализируются, они не могут быть определены. Вот и все. В противном случае семантика возможностей миров, это теоретика множества подходов. Ну, да, это понятно, почему так. Да, возможный мир это вообще множество истинных пропозиций и соответственно все как бы зачем все это затевать. Вот, ну, как вариант вот такой. То есть есть, конечно, какие-то подходы в духе там модального нормативизма, которые пытаются вот эти вот модальные примитивы интерпретировать, но это тоже такая исследовательская программа, ну, может быть достаточно шаткая, но тем не менее как-то вот она развивается. У нее есть свои преимущества, свои недостатки. Вот. Вот так вот. Кроме того, кроме того, тут есть еще Парсонс, который тоже против элиминативного структуризма кое-что высказал, а Парсонс говорит, что, ну, вот смотрите, ладно, с арифметикой это в порядку еще более-менее понятно, но как себе представить конкретные или физические объекты, системы таких объектов, которые бы давали интерпретацию для второпорядковой ЗФЦ, чтобы это еще и, ну, вот используя этот неправильный разговор, то есть у нас должен быть какой-то возможный мир, внутри которого существуют вот эти вот объекты, которые дают модель для второпорядковой ЗФЦ. что это такое за мир тогда получается, ну, как-то тут слишком близко к парадоксу уже, да, то есть возможно мир это множество какое-то и там какие-то вот такая гора объектов, которые вместе там множеством быть не могут, ну, не знаю, тут, наверное, до парадокса Кантера или, да, какой-нибудь Бурали-Форти буквально полшага, то есть, в общем, проблема есть, проблема есть, но давайте дальше двинемся, несмотря на все эти проблемы. Вот этот вот тезис 5.1 замечательный тезис, который задает критерии тождества для структур в рамках элиминативного структурализма. Этот тезис позволяет говорить о структурах и при этом не интерпретировать их как антологически фундаментальные. То есть, мы все равно говорим, что никаких структур на самом деле отдельно от наборов объектов нет, есть только системы объектов. Вот, получается, вот эти вот конкретные системы объектов, они выполняют ключевую роль, да, а математика это дисциплина, которая описывает все изоморфные системы, да, потому что она вот структуры как бы схватывает у них. Но при этом говорит сторонник элиминативного структурализма, это не означает, что существуют какие-то сугубо математические структуры или сугубо математические объекты. Все, в общем, вроде как замечательно. То есть, это позиция, которую Айзексон обозначил как истина и реализм без референции. То есть, у нас есть реализм относительно истины, но при этом математических объектов нет. Сугубо нет никакой привилегированной системы математических объектов и прекрасно проблема Бенцерафа решается, проблема отождествления не возникает. Нет никакой двойки на самом деле, нет никакого конечного ординала фон Неймана, нет никакого нумерала Цермела, это все просто какие-то значки, которые интерпретируются на конкретных физических объектах. Здесь можно еще вспомнить позицию Петтигрю. Петтигрю говорит о том, что определенные дискрипции в математической практике используются таким образом, что они представляют собой выделенные переменные. Что за выделенные переменные? Обычные переменные принимают разные значения в разных контекстах. Выделенные переменные соглашением управляются. Есть некоторое соглашение или не знаю, даже есть некоторое сообщество, в рамках которого это соглашение принимается. И выделенной переменной присваивается некоторое значение, которое в дальнейшем не меняется. Тут Хорстон приводит пример пропагандистского плаката времен Второй мировой войны. Томми нужны письма из дома. Вот что за Томми такой. И вот в каждой отдельно взятой семье, из которой кто-то ушел на фронт, есть такой Томми, которого на самом деле не Томми, конечно, зовут, скорее всего, а как-то по-другому. И вот в этой семье понимаешь, что этому человеку нужны письма из дома. Томми это такая выделенная переменная, которая получает какое-то конкретное значение в рамках некоторого сообщества, и это значение в дальнейшем никак не меняется. Вот, то есть, вот с точки зрения PettyGrew, всякие разные значки, типа 12, или там значок, обозначающий натуральные числа, или операции, какие-то там, сложения. значки вводятся, они представляют собой выделенные переменные, и они вводятся одновременно с управляющими ими конвенциями его значений. Вот, но здесь возможно, конечно, и другая теория, там, Томми вот это может указывать на какого-то произвольного британского солдата, хотя в данном пропагандистском плакате Томми это имя, но по аналогии с этим мы можем говорить, что может быть там какое-то число, например, число 2, это тоже какой-то произвольный объект, на самом деле. То есть, тут Хорстен как бы намекает, что он собирается делать в дальнейшем с произвольными объектами и с описанием того, что же такое математика, математическая структура и все остальное и прочее. Теперь переходим к неэлиминативному структурализму. Два самых главных неэлиминативных структуралиста это Стюарт Шапиро и Майкл Резник. В Хорстен основное внимание сосредотачивает на позиции Шапиро. Резник он буквально мельком упоминает, но я, может быть, чуть подробнее про Резник скажу, чтобы стало ясно, чем позиция Резника от позиции Шапира отличается. Хотя они очень сильно похожи друг на друга. Шапиро говорит, что математические утверждения следует понимать буквально и всерьез. Ну как бы вот у него аргумент против элиминативного структурализма, хотя напрямую он на его не высказывает, но я, по крайней мере, так интерпретирую Шапиро. Заключается в следующем. Ну вот смотрите, вот есть математики, они высказывают какие-то утверждения. В соответствии с элиминативным структурализмом мы должны эти утверждения перевести на язык элиминативного структуралиста. И вот перевод на язык элиминативного структуралиста это как раз таки то, что на самом деле имеют в виду математики. Но математики то вообще-то не знают, о чем они говорят на самом деле получается. То есть получается любой математик, когда высказывает какое-то утверждение, он не знает того, что он говорит и не знает логической формы того, что он говорит. Это как-то выглядит немного странновато. как он тогда вообще может что-то высказывать и причем высказывать как-то последовательно в смысле того, что переводы оказываются, переводы на элиминативный язык оказываются истинными. Точнее, даже не истинными, а истинность сохраняется у них. И вот как может математик вообще работать в такой ситуации? Какое-то странное объяснение тут как бы налицо противоречия математической практике просто-напросто. То есть Шапиро говорит нет, давайте понимать будем математические утверждения буквально. Что математик говорит, то он и хочет высказать. То есть он понимает именно так это математическое утверждение, как он его произносит. Тогда у нас получается следующее. Тогда получается, что есть некоторые структуры. Структуры это что-то общее всем конкретным системам. Структуры представляют собой сущности генрис, то есть они ни к чему не сводятся и они понимаются как структурные универсали. Но это не значит, что у них есть какая-то структура в этой универсали, но вот структурные универсали. Это самое структурное универсали состоит из позиций и отношений между ними. Эти позиции могут быть заняты какими-то конкретными объектами и если у нас все позиции заняты, то тогда мы говорим, что некоторый набор объектов реализует какую-то структуру. Вот эти самые конкретные объекты, которые занимают позиции, они имеют внутренние свойства, а сами позиции внутренних свойств или структуры не имеют. И вот здесь можно вспомнить Майкла Резника. Майкл Резник здесь когда поясняет ту же самую идею, он говорит о том, что лучше всего использовать метафору из геометрии. Он говорит, что позиции в структуре это как точки. Точка это что-то не имеющее структуры. И сами по себе точки они друг от друга не отличаются. Если у нас есть точка на одной прямой и точка на параллельной ей, например, прямой, то мы тогда их можем отличить друг от друга, потому что они разным прямым принадлежат. Но или если они на разных плоскостях находятся, мы их друг от друга можем отличить. Но если мы возьмем точки сами по себе, то они никак друг от друга не отличаются. Они не обладают внутренними свойствами, они не обладают никакой структурой, и в общем они не отличены просто-напросто. То есть позиции сами по себе они свойствами внутренними не обладают, у них нет структуры, они не отличимы друг от друга, они отличимы только потому, что они являются позициями в некоторой структуре. Аналогию еще Шапиру использует, которая не упоминается Хорстеном, это аналогия между, вот он говорит, что можно позиции понимать как офисы или как должности и как объекты. То есть он там приводит несколько вариантов, там у него есть с бейсбольной игрой, например, есть с правительством Соединенных Штатов, например, ну вот возьмем с правительством, например, то есть есть премьер-министр какой-то, это должность, должность, которая является частью структуры правительства, какого-то. Эта должность может быть занята. Сегодня это может быть один объект, завтра это может быть другой объект, но эти объекты не тождественны премьер-министру, премьер-министру как должность. Да, вот, то есть это просто какие-то объекты, которые выполняют роль премьер-министра. И вот когда объекты реализуют некоторую структуру, у нас получается то же самое. Вот есть структура, которая состоит из позиций как должностей и эти позиции они могут быть заняты какими-то объектами. Однако, говорит Шапиру, эти самые позиции они могут и как объекты тоже интерпретироваться и об этом мы чуть позже скажем. Сначала подробнее о структурах. Структуры онтологически независимы от реализации в рамках элиминативного структурализма. А позиции не зависят от конкретных объектов. То есть какие бы конкретные объекты не занимали позицию, ничего с позицией не случается. Она никак на нее не влияет. Вот, но, как я сказал, позиции сами могут рассматриваться как отдельные объекты. Вот мы когда рассматриваем эту абстракцию, эту структуру, мы можем говорить о позиции как в объекте. То есть говорит о том, что есть некоторое число 2. Роль числа 2 может играть конечный ординал фон Неймана, номерал Цермела, еще что-нибудь, какие-то конкретные физические объекты, например, два яблока, еще что-то такое. Но есть еще вот эта самая позиция двойка, и ее мы можем рассмотреть как объект. Тогда получается, что структура сама тоже является некоторой системой, которая сама себя реализует. И это очень интересная точка зрения, которая дальше будет приводить к некоторым преимуществам неэлиминативного структурализма, так и к некоторым проблемам. Поскольку у нас есть разные системы, разные структуры, то возникает вопрос о том, как можно говорить о тождестве позиций разных структур. Резник говорит, что утверждения тождества являются бессмысленными, у него концепция, которую я бы обозначил как доктрина отсутствующего факта. Он говорит о том, что имеет место отсутствие некоторых фактов и в частности нет факта о тождестве позиций двух разных структур. То есть о тождестве позиций мы можем говорить только в рамках одной структуры. Когда две разные структуры рассматриваются, то о тождестве мы говорить никак не можем. И вообще у Резника идея такая очень интересная. Он говорит, что между структурами возможны разного рода отношения. Например, эквиваленция может быть, ну то есть там какой-то изоморфизм может быть между структурами. Реализация, то есть одна структура реализует другую структуру. Включенность, когда одна структура реализует как бы кусок некоторой другой структуры. Ну и так далее. Разные отношения есть. Но отношения тождества между структурами нет у Резника. Он говорит, что ни одно отношение не подходит на отношения тождества. И это означает, что мы не можем построить теорию структур. Какой бы она ни была, философская или математическая теория структур невозможна. Шапиро занимает другую позицию. Шапиро говорит, что теория структур возможна, и мы ее будем строить примерно так же, как теория моделей строится. Хотя Хорстен об этом вообще ничего не говорит в своей пятой главе. Ну вот просто такое различие между Резником и Шапиром. кроме кроме Шапиро еще поначалу тоже говорил, что утверждения тождества для позиций разных структур являются бессмысленными, но позже он пересмотрел этот взгляд и стал говорить, что все утверждения о тождестве позиций разных структур просто являются ложными. Вот естественно у нас теория множества опять возникает. и теория множеств в общем-то у Шапира получает структурную интерпретацию ну или по крайней мере что-то похожее на структурную интерпретацию. Теория множеств говорит о всех существующих множествах. Множество представляет собой структуры свой генрис, то есть тоже структуры, которые ни к чему не сходятся. Множество состоят из некоторых позиций, из элементов. Есть отношения на элементах, это отношения принадлежности и вот это как бы некоторая структурная интерпретация. Но при этом мы теорию множеств понимаем не в платонистском духе, то есть мы не считаем, что там есть материнская структура, метафора, которую использует Хорстон, а мы говорим, что имеет место потенциальная бесконечность конечных и бесконечных множеств. То есть теория множеств в рамках Шапировского подхода понимается как алгебраическая теория. Если бы мы придерживались платонизма, то она была бы соответственно категоричной. Но Хорстон отмечает следующую трудность. Не вся математика может быть понята буквально. Там он приводит конкретный пример с графами. Честно сказать, я в теории граф разбираюсь практически никак, поэтому не знаю, насколько этот пример убедителен, я просто не стал его излагать. Вот дальше. Вот это самая интересная штука, что у нас структура может реализовывать саму себя. Возьмем арифметику. Вот есть некоторая структура натуральных чисел. Она реализует саму себя. Но тогда у нас получается, что один из тезисов неэлиминативного структурализма о том, что структура никак не зависит от реализации является, ну, может быть, если не ошибочным, но, по крайней мере, не совсем точным. Потому что все-таки вот в данном случае она от реализации зависит. Она сама себя реализует, если она то есть как она может от себя не зависеть. Ну, непонятно. Вот. Какие возражения выдвигаются против неэлиминативного структурализма? Естественно, физикалисты скажут, что никаких абстрактных структур нет, но это не сильно интересное возражение. Хорошо. Физикалисты могут иметь там свою какую-то мысль по этому поводу, но эти мысли не такие интересные. Давайте посмотрим, что там есть дальше. Вообще вот такой вопрос. Вот какая для физикалиста наилучшая позиция в области философии математики? Наверное, элиминативный структурализм. Понятно. Вот. То есть позиции или объекты вот этих самых суи-генри структур, этих абстракций, они обладают, как утверждают неэлиминативные структуралисты, только структурами свойствами, то есть ни внутренних свойств, ни иметь никаких. Но как тогда обстоит дело со всякими утверждениями типа семь – это мое любимое число? То есть семерка, по идее, должна обладать свойством быть любимым числом Леона Хорстона. Это его пример. Мне, например, нравится число восемь. Тогда получается, что восьмерка должна обладать свойством быть любимым числом какого-то другого человека. Вот такие вот замечания по поводу неэлиминативного структурализма высказываются. Здесь еще и другие классы замечаний, которые Хорстон не упоминает. Например, восемь – это число планет Солнечной системы на какую-то дату. Ну, то есть восьмерка обладает свойством быть числом планет Солнечной системы на такую-то дату. Но лично мне эти возражения не кажутся убедительными. Это какая-то что-то типа субстантивации свойств, если можно так выразиться, которые являются производными от отношений. Ну, я бы скорее быть любимым числом интерпретировал как отношение между числом и, соответственно, некоторым человеком, например. мы, конечно, можем карирование для свойств какой-нибудь придумать и, соответственно, у нас получится, что это будет уже не отношение а свойства, но мне в данном случае это не кажется убедительным. Не думаю, что семерка действительно должна обладать какими-то вот такими вот свойствами. Вот, но гораздо более интересное возражение высказал Бёрджес, причем он его высказал как-то мимоходом в обзоре на статью, точнее, в обзоре на книжку Шапир. То есть, это даже не статья, просто обзор. Бёрджес говорит, ну, вот, смотрите, неэлиминативные структуралисты заявляют, что позиции не полны, ну, то есть, они внутренними свойствами никими не обладают. Но как тогда отличать позиции друг от друга внутри структуры? Вроде как Шапиро показывает, как это можно сделать, да, через отношения. Но, вот, если мы возьмем поле комплексных чисел и возьмем какое-нибудь уравнение, типа z в квадрате минус 1 равно 0, у нас будет два корня i и j, ну, то есть, минус i, соответственно. они являются противоположными элементами. Вот, а в поле комплексных чисел у нас имеет место автоморфизм и, соответственно, по алгебрическим свойствам они друг и дружки неотличимы. Может, все-таки плюс 1 тогда? Нет? Ну, да, наверное, плюс 1, да, да. Вот, то есть, они, в общем-то, неотличимы, да, по алгебрическим свойствам. Ну, Шапиро-то, конечно, сказать, что они разные, но неэлиминативный структурализм не позволяет их отличить друг от дружки. Вот. Это возражение было в дальнейшем развито Керанином, у которого с Шапиро просто огромная дискуссия, там, значит, Керанин написал статью, Шапиро написал ответ, Керанин написал ответ на ответ, потом Шапиро написал ответ на ответ, на ответ, и, в общем, это все долго довольно продолжалось, на протяжении, там, больше, чем 10 лет, и, по-моему, даже до сих пор еще, вот, Шапиро, по-моему, два года назад вышла еще статья, как раз, где он там про А и минус А рассуждает. Вот. То есть, Керанин говорит, что проблема вот эта вот неразрешима. Шапиро, конечно, может как-то попытаться модифицировать свой неэлиминативный структурализм, вроде бы все прекрасно получается, но, ну, то есть, он разрешает проблему с симметрией, но тогда вся привлекательность неэлиминативного структурализма пропадает. Вот это вот аргумент Керанин. То есть, неэлиминативный структурализм с его точки зрения надо просто бросить как какую-то неверную концепцию. Еще одно возражение против неэлиминативного структурализма выдвинул Хелм. Хелман говорит, что вот мы возьмем эту самую структуру натуральных чисел. Стюар Шапиро говорит, что структура это антерем структуры, то есть, они до вещей существуют. Возьмем эту самую структуру натуральных чисел, выполним там какую-нибудь, да, она же сама по себе является своей системой, она сама себя реализует. Выполним там какую-нибудь нетривиальную перестановку, мы получим систему, которая изоморфна, то изначальной, ну тогда возникает вопрос, а вот смотрите, у нас есть две системы, они изоморфны, почему одну из них мы должны считать привилегированной, почему именно она является той самой настоящей структурой натуральных чисел, а не вторая. Ну вот примерно как у Дедекинда, но Дедекинд был честным, он сказал, что есть канонические натуральные числа, а есть все остальные. А вот Шапиру в духе платонизма хочет, чтобы у него только одна была абстрактная структура, уникальная структура натуральных чисел, и больше не было никаких других. Другими словами, та самая проблема отождествления в духе Бенцерафа, она снова возникает для неэлиминативного структурализма, то есть неэлиминативному структурализму не удается эту проблему решить. Переходим дальше. Да, уже было сказано, что для математической практики еще важно понятие вычисления. Вот, ну и Бенцераф на самом деле чего-то там про вычисления говорил. Давайте посмотрим, что же с вычислением происходит. Будем называть некоторую систему допустимой системой, если эта система выполняет условия для того, чтобы быть системой, реализующей арифметику. Ну, то есть, вот Бенцераф говорит, вот у нас есть некоторая система, вот она вот так обозначается, такой вот кортеж набор объектов, там есть порядок, есть начальный элемент, у нас там определено операции сложения и умножения. Вот, но здесь уже к первопорядковой арифметике почему-то скатывается Хорстон. У Бенцерафа я не помню, я не уточнил этот момент в его статье о какой арифметике именно он там говорит. Значит, условия следующие для допустимой системы. Вот эта вот вся штука, она должна удовлетворять принципам первопорядковой арифметики, потом набор объектов с отношением порядка должен быть омега последовательностью и отношение порядка должно быть рекурсивным отношением на объектах из S. Из этого множество S. Выполнение первого и второго условия равносильно тому, что мы имеем дело с семантическом смысле, равносильно тому, что мы имеем дело с моделью для второпорядковой арифметики пиано, но у нас есть трудность с рекурсивностью. Отношение порядка обычно, как это Хорстон пишет, в учебниках по теории вычислимости определяется как отношение на числах. Ну, ладно, хорошо, если в учебниках так пишут, мы не будем с этим спорить. Значит, омега последовательности элиминативного структуралиста они чисел не содержат, тогда непонятно, как это отношение надо определять. Да, оно же в учебниках определяется на числах, но хорошо, мы можем осуществлять вычисления над физическими объектами и даже в учебниках по теории вычислимости так иногда делают, когда разные там штрихи рассматривают, строки, там, не знаю, нули, единиц и так далее. Вот, ну, то есть, как бы говорит Хорстон, рекурсивность у Бенцерафа это неформальное понятие. Бенцераф, когда говорит о вычислимости, он имеет в виду практическую вычислимость, да, и вот эта вот практическая вычислимость, она нужна для счета, чтобы мы могли считать один, два, три и так далее. Ну, и на самом деле вот в статье Бенцераф именно так и говорит, что он говорит, вот есть счет, да, числа используются для счета, поэтому мы должны операцию счета как-то объяснить, да, и вот он вводит, соответственно, разные вот эти вот условия, и в том числе рекурсивность для этого. Я не понимаю, в чем проблема того, что мы порядок, даже если в учебниках пишут, что мы вычислимость определяем на число, в чем проблема для этой позиции? А проблема в том, что... Средиземности чисел нету. Проблема в том, что элементативные структуалисты говорят, что чисел-то вообще-то нет. Есть только объекты, которые роль чисел выполняют. Как там порядок Как мы могли спасти вот эту позицию вот с трудностью рекурсивности разрешить никак? Ну, вот, собственно, целый параграф посвящен попытке разрешения. Сейчас мы все это будем обсуждать. Ну, в смысле, это какой-то прям ну, нестандартный именно подход в общем Хорстона, да? Хорстон несколько вариантов рассматривает. Ну, вот, собственно, сейчас мы посмотрим, что за варианты-то. Окей. Вот, вообще сам Бенцераф в более поздней статье, она, кстати, называется «Покаяние». «Покаяние» или всякая омега-последовательность пойдет. Вот, в этом покаянии Бенцераф отказался от требования рекурсивности. Он стал говорить, что вот, когда мы считаем там 1, 2, 3 и так далее, мы на самом деле считаем числа всех омега-последовательностей, ну, то есть числа в кавычках, там же не числа, на самом деле. Вот, каким бы невычислимым было бы отношение порядка на этих объектах. но помимо этого то надо ведь еще другую проблему решить, надо еще элементарные функции вот эти вот сложения, умножения как-то задать, да, и в теории рекурсии при этом полагаются на внутренние свойства чисел, однако в неэлиминативном структурализме у чисел внутренних свойств нет, а в элиминативном структурализме нет у чисел, поэтому тоже вот как бы Хорстинг говорит, это не совсем ясно, как надо вообще эти элементарные функции пояснять. Но есть выход все-таки. Выход следующий. Некоторые допустимые системы можно использовать для вычислений. Да, это будет подкласс допустимых систем, но тем не менее. Что это за такие допустимые системы? Вот мы скоро к ним перейдем. Элиминативные структуристы, они настаивают на том, что вот эти самые знакомые вычислительные процедуры, которые мы умеем осуществлять над арабскими цифрами, над строчками из нулей единиц, над римскими цифрами и так далее, они позволяют вычислять соответствующий класс функций всякой системы. Значит, допустим, мы формалисты в духе Гильберта, но не совсем как бы Гильберты, но что-то близкое к этому. Значит, мы считаем, что предмет арифметики это некоторая система записи, система нотации. Пусть у нас есть какая-то вот система, вот такая вот нотационная система, то есть система из значков и там какой-то порядок, ну то есть там взятие следующего значка у нас определено, да, там не знаю, штрихи, например, да, то есть дописываем еще один штрих, это следующее, соответственно, число у нас, сложение, как-то там определено умножение, вот вычислительная нотационная система. Допустим, она у нас выполняет принципы арифметики пиано первого порядка. То есть у нас есть вот этот вот набор из вот этих вот значков, это, собственно, такая, как Хорсон говорит, вычислима порождаемая система нотации, я, честно сказать, не совсем разобрался, что это значит. Вот, у нас есть некоторые неформально вычислимые операции, которые мы неформальным образом можем вычислять. Это понятие неформальной вычислимости в духе бен Церафа, как Хорсон до этого нам говорил. Примерами таких вычислительных нотационных систем являются система арабских цифр, двоичная система, римские цифры, в общем, все, что мы можем использовать на практике для каких-то вычислений. Все, что мы записываем на бумажке с помощью карандаша и осуществляем какой-то счет. И Хорсон отмечает, что вместе с Хольбахом они предложили позицию вычислительного структурализма, который представляет собой вариант элиминативного структурализма, и там мы ограничиваемся системами, в которых мы фактически можем осуществлять вычисления. То есть арабские цифры мы всем знакомые можем использовать для вычислений. Если чуть потренируемся двоичную систему, можем использовать для вычислений. Ну и так далее. Ну, помимо этого есть, конечно, какие-то системы нотации, которые мы не можем использовать для вычислений, потому что там записи, например, слишком огромные, и просто мы физически не способны к этому. Вот, есть такая замечательная теорема Тененбаума. Она говорит, что ни одна счетная нестандартная модель первопорядкового арифметики пиана не может быть рекурсивной. И также у нас операции сложения и умножения не могут быть рекурсивными. Вот, эту теорему использовал Кей, и он с помощью теоремы Тененбаума показал, что любые две вычислительно-натационные системы являются изоморфными. Вот, это замечательный результат, то есть у нас теорема Тененбаума влечет категоричность для вычислительных натационных систем. Вот, но, ну, то есть это как-то спасает позицию элиминативного структуралиста. Да, он может как бы говорить о том, что вот мы имеем некоторую систему записи, в рамках которых у нас и счет работает, и элементарные операции мы можем там определить арифметические, допустим, но все равно есть дальнейшие трудности, которые состоят в том, что непонятно, как вот этот феномен Тененбаума использовать, например, в топологии или в вещественном анализе. Вот, и в заключении еще тут про теорию множеств Хорстона хочет чего-то рассказать, а именно следующее. Вот у нас есть, конечно, позиция наивного платонизма. Наивный платонизм утверждает, что предметом теории множеств является итеративная иерархия чистых множеств, что вот теория множеств категорична, она у нас описывает какую-то одну, один раз и навсегда заданную систему, она обычно называется универсум фоннеймена. Здесь наивный платонист может сослаться например на Цермела с его представлениями о квазикатегоричности второпорядковой ЗФЦ или там на Мартина какого-нибудь, который в 2000-х по-моему годах отставил точку зрения, что только одна полная система теории множеств возможно вплоть до изоморфизма и она как бы та самая самая настоящая система. Но вот эти позиции Цермела и Мартина они представляются неубедительными из-за обращения к второпорядковой логике. Возражения к второпорядковой логике мы уже сегодня затрагивали, но мы можем конечно от этого платонизма как-то отойти и пойти вслед за Шапиру и будем считать, что теория множеств является алгебрической теорией. Ну тут у нас есть еще следующая позиция есть Хэмкинс, который говорит о том, что форсинг собственно коэновский метод форсинг демонстрирует, что имеется огромное количество неизоморфных систем выполняющих аксиомы ZFC это означает, это означает, что нам необходимо дать некоторое описание теоретика множества мультиверса. То есть нет одной какой-то уникальной структуры, нет какой-то одной уникальной не знаю, одного уникального универсума множества, вот есть мультиверс на самом деле. То есть если мы принимаем наивный платонизм или например принимаем позицию единственности системы множества, то мы должны отказаться от структурализма, мы должны говорить, что универсум фон Неймана это некоторое жесткое, заранее определенное и в общем-то ни от чего не зависящая структура такой платонизм. Вот если мы принимаем при этом категоричность, то у нас получается, что теория множеств является чем-то промежуточным между категоричными и алгебрическими теориями, но все это структуралистов не устраивает. Слушай, извини, пожалуйста, позиция Мартина в чем состоит еще раз? Мартин говорит, что вот есть одна полная система теории множества, каноническая, а все остальные они изоморфные. А какая это система? какая-то система? Слушай, я тебе не могу сказать. Ну, я думаю, что он скорее всего сказал бы, что это универсум фон Неймана. Ага, понятно. это Тони Мартин или какой? Это сейчас скажу который. Секундочку. Мне надо заглянуть в всякие записи. Это Дональд Мартин. Это Тони Мартин, это он же. Окей, хорошо. Ну, хорошо. Спасибо. Значит, вот. Ну, как-то эту всю историю, в общем, на эту историю как-то Айзексон попытался повлиять. Он обратил внимание на трансфенитные ранги, для которых второпорядковая экзекция выполняется. И он говорит, что они как раз могут считаться системами, описываемыми теорией множеств. Это уже такой структурный повод. Ну, тут имеется в виду, например, какие-то предельные кардиналы и недостижимые кардиналы какие-то в иерархии. Это та штука, которая в теории множеств называется внутренняя модель. Внутренняя модель для самой теории множеств. То есть, по идее, как бы, теория множеств позволяет строить конструкции, которые внутри себя содержат свои собственные внутренние модели. Возражение ко всему этому у Берджеса имеется. Берджес утверждает, что у структурализма относительно теории множеств вообще-то нет мотивации. Нельзя найти большое количество систем, реализующих теорию множеств. То есть, нельзя найти много универсумов, хотя с внутренними моделями там много их вообще-то можно обнаружить. Может быть, Берджес имеет в виду, что они не должны как-то друг к дружку еще вкладываться. Вот. Однако, для элиминативных структуралистов концепция мультиверсия вполне себе подходит. То есть, они могут как-то ее использовать. еще одно возражение по поводу структурализма, ну, или даже, скорее, возражение в принципе против теории множества. У Оливера и Смайли они утверждают, что понятие множества является неясным. Это не только позиция Оливера и Смайли, о неясности понятия множества много, кто заявлял. Но вот они особенно обращают внимание на понятие пустого множества и на синглитон. Не совсем ясно, что же такое пустого множества и как почему значит множество содержащие единственный элемент должно от этого элемента отличаться. То есть, интуитивно это как-то не совсем схватывается. Вот. Ну, Хорстон говорит, что тут как бы вот эта вот апелляция к интуиции не очень удачная, потому что мы лучше понимаем, что такое множество, чем что такое число с точки зрения Хорстона. Однако понятие множества является более чем чисто структурным понятием. Связано это с тем, что структура она зависит от объектов, а объекты зависят от структуры. Структура без объектов не может быть. Объекты без структуры тоже неразличимы. Ну, а в случае множества у нас отношение зависимости другое. множество зависит от элементов, то есть, если элементов нет, то множества нет, но при этом элементы от множества никак не зависят, элементы могут существовать, при этом не входить в множество. Вот, ну, и Хорстон отмечает, что вот эта вот неясность, на которую некоторые критики теории множеств и, соответственно, структурализм, который пытается теорию множеств как-то объяснить. Хорстон на эти замечания отвечает, что неясность некоторых теоретиков множеств понятий не влечет неясность понятия множества вообще. Тут, правда, есть еще Парсенс, опять же. Парсенс говорит следующее. Что значит, что элементы от множеств не зависят? У нас же ZFC элементы тоже множество. Ну, да, конечно. У ZFC всякое бывает. Бывает еще ZFC с UR элементами. Ну, нет, вот если мы классическую ZFC говорим без этих, без проэлементов, там же просто множество. Да, ну, здесь, да, но вот если мы что-то понимаем в качестве элемента, то забудем о том, что это множество. Значит, у нас получается на какой-то из стадий вот этой кумулятивной иерархии мы имеем некоторое множество, которые уже созданы, да. Ну, соответственно, там на нулевой стадии у нас ничего нет, да, на первой стадии у нас пустое множество появилось. Вот, пустое множество здесь, оно не обязательно мыслить его как элемент какого-то множества. Вот оно у нас появилось, и все, как бы. Ну, тот разговор о том, что стадия это на самом деле множество, это, конечно, тоже имеет место, но когда мы мыслим себе это пустое множество, мы не думаем о том, что оно является элементом чего-то. И для того, чтобы пустое множество существовало, оно не должно быть элементом какого-то множества. Ну, это да, понял. Ну, вот. Парсон, собственно, говорит, что бесконечная система, и особенно он обращает внимание на трансфинитное множество, вряд ли является конкретной. Да, вот это вот возражение, которое против Хеллмана было высказано о том, что в каком-то возможном мире должен быть набор объектов, который реализует там второпорядку из ФЦ, например. Вот. То есть вот эта бесконечная система вряд ли может быть конкретной, вряд ли может быть физическими объектами составлена. Из этого получается, что трансфинитное множество мы должны объявить структурами свой генрис. Но подобно структурным универсалям неэлиминативного структурализма. Однако множество они не обладают той же самой неполнотой, что и позиции структур в рамках неэлиминативного структурализма. То есть когда мы рассматриваем какие-то множества из той же самой кумулятивной иерархии, они структурой какой-то обладают. И они обладают некоторыми внутренними качествами. Например, быть синглитоном это свойство, которое не определяется отношением. Быть пустым множеством это тоже свойство, которое не определяется отношением к другим множеству. Ну вот такое возражение у Парсонса. Вот на этом все. Спасибо за внимание. Попробую ответить на ваши вопросы. А можно вот вопрос не по теме немного? Вот ты вначале говорил, что Хорстон реконструирует полотоническую арестатилистскую точку зрения. Типа такой стандартный, такой навязший в зубах взгляд. А он конструирует это как какие-то фикции или он реально считает, что это полотонические и аристотелевские точки зрения? Я не берусь судить, насколько он к этому всерьез с историко-философской точки зрения относится, но он просто говорит, что вот есть как бы представление об аристотилизме и о платонизме. Вот такое и вот такое. То есть это не значит, что Платон и Аристотель на самом деле именно такой позиции притяжились. Хорошо, просто я хотел указать, что это проблематично с точки зрения истории и философии и точки зрения не более, если прям серьезно это полагаться, а не как на какие-то представления типа таких школьных. Все, вот это дальше не буду распространяться про это, просто отмечу. Ну, Хорстон это упоминает как способ введения в дискуссию, что вот говорит, есть вот такая вот точка зрения, которая вполне себе всем известна, вот это разделение на платонизм и аристотилизм, но вот что-то подобное есть и философия математики, то есть это пропедевтическая такая часть. Ну, окей, хорошо. Да, спасибо, Лев, и я думаю, что доклад всех немножечко озадачил, потому что достаточно сложно проследить все точки зрения, но у меня возникают мысли, но я не уверен, что они являются насколько они уместны, я не знаю. Вот, например, такая мысль. Если мы имеем дело с абстрактными объектами, обязательно ли, чтобы абстрактные объекты обладали свойством быть логически возможными абстрактными объектами? ведь не все наши идеализации, они являются, наверное, логически возможными абстрактными объектами. Мне вспоминается, например, абстракция универсального решателя из области искусственного интеллекта. с одной стороны у нас есть такая абстракция, а с другой стороны у нас есть уже разрешенная, слава Богу, десятая проблема Дэвида Гилберта, в которой, ну, насколько я понимаю, из которой должна следовать невозможность универсального решателя. Должны ли наши абстракции быть логически возможными объектами? Это, наверное, касается и множеств, и чисел, и других каких-то абстрактных объектов. Вот что меня мучает, я не знаю, как на это ответить. Ну, Дмитрий Владимирович, это очень глубокий и сложный вопрос, я тоже не знаю, как на него ответить. Просто возникает впечатление, что он каким-то образом присутствует в этих дискуссиях по основаниям математики, в этих дискуссиях между различными интерпретациями математики, каким-то образом он вроде бы здесь есть ну, я, наверное, неясно выражаюсь, если короче говоря, мне многое неясно. Надо разбираться, но, Лев, замечательно, замечательно, что вы, так скажем, по панораму этой интеллектуальной драмы так полно и подробно представили. Это Хорстон представил эту драму. Вы дополняли Хорстона. Можно вопрос на понимание? Правильно я понимаю, что реминативный структурализм в целом, ну, как бы, кроме возражений других авторов, которые Хорстон приводят, не устраивает самого Хорстона в первую очередь, потому, что он изначально вот встает на эту, значит, в общем, выбирает этот подход наивной метафизики, а если мы чего-то собираемся элиминировать, то у нас получается, что мы не можем принимать деятельность математиков как бы за чистую монету, а мы должны говорить, что на самом деле они делают что-то другое, думая, что делают вот это. Да, вот мне на самом деле тоже не совсем ясно это относительно позиции Хорстона, с одной стороны, да, он придерживается наивной метафизики, он говорит, что надо обращать внимание на математическую практику, отказываться от редукционизма антологического, но при этом он как-то вот, ну, он, конечно, приводит возражение против элиминативного структурализма, но при этом, допустим, вычисление он пытается объяснить именно элиминативным способом, поскольку вычисляем мы все равно используем какие-то физические объекты, а не сами по себе числа, ну там штрихи, арабские цифры и прочее. Мне кажется, Хорстон здесь в духе наивной метафизики, ну то есть, вот по крайней мере, чтобы не попадать в какое-то серьезное противоречие, я бы стал интерпретировать Хорстона таким образом, что он в духе наивной метафизики готов рассмотреть как одну, так и другую точку зрения, ведь наивная метафизика говорит, что вопросы существования не надо обсуждать, да, вот у нас есть одна позиция, которая говорит, что структуры не существуют, вторая позиция, что структуры существуют, а Хорстон говорит, нет, давайте мы не будем сейчас спорить, существует структура или нет, мы просто посмотрим, вот что вы говорите, и что вы говорите, и что лучше всего на математическую практику ложится, то мы и примем, как бы примерно так, то есть он как бы скорее выполняет роль такого независимого наблюдателя за этой дискуссией, мне кажется, он не занимает какую-то конкретно взятую позицию из этого спектра. тем более эта глава она тоже является своего рода предварительной, он говорит, что вот такого рода дискуссии в философии математики есть, а вот дальше мы попробуем в этом духе что-то свое сделать. У меня есть маленький вопросик про структурные свойства, вот когда говорил про натуральные числа, как понимаются структурные свойства у Шапира, как он их определяет? Ну, не только Шапиру, а в принципе структуралисты говорят о структурных свойствах, как об, ну, по сути, они задаются отношениями между объектами внутри структуры, например, число 2 обладает каким-то, ну, число 2 обладает критериями торжества, да, потому что оно идет после единицы, перед тройкой, ну, и так далее. То есть, это отношения со всеми остальными элементами данной структуры. Просто я сталкивалась с определением структурных свойств, как с определением тех свойств и отношений, в которые вступают части объекта, которые этим структурным свойством обладают. То есть, речь идет не о внешних отношениях, грубо говоря, не об отношении объекта внутри структуры, а о внутреннем отношении частей объекта, с точки зрения внутренней структуры объекта. Ну, понятно, но здесь нет, здесь именно внешне, что у объектов, по крайней мере, неэлиминативного структурализма, никакой структуры внутренней нет, никаких частей нет. Это же контринтуитивно, у натуральных чисел есть внутренние структурные свойства, у них есть части, не знаю, например, двойка, это сумма двух единиц, так это структурное отношение. Ну, да, с одной стороны, с другой стороны нет. Разложение на множители, разложение на слагаемые, это внешние структурные свойства, не внутренние для натуральных чисел. Потому что двойка занимает такую позицию, поэтому она раскладывается на такие слагаемые или является слагаемым для таких-то других чисел. Может быть, наоборот, она занимает такую позицию, потому что у нее есть какие-то разбиения на слагаемые или на множители. Ну, это как бы обычному определению, обычным постулатам арифметики пиано как-то не соответствует. Ну, то есть, как у нас обычно делается, мы говорим, что вот есть ноль, начальный элемент, есть следующее число, это функция, которая берет число и выдает следующее, и выдает другое число. И мы определяем, что такое сложение, что такое умножение с помощью вот этих вот двух базовых понятий нуля и следующего числа. И так у нас задается вся последовательность натуральных чисел. Там есть порядок. Вот и все. Порядок зависит вот от того, как мы задали эти самые примитивы наши. Не от того, что числа какими-то свойствами обладают, а от того, что вот примитивы так заданы. Ну, то есть, базовые какие-то постулаты у нас есть, которые определяют их отношения. Не знаю, мне кажется, что сама формулировка вот этих аксиом пиана, где он задает следующее число, рекурсированное определение всяких функций сложения, они же, ну, то есть, они сформулированы как аксиомы. И тут не совсем понятно, что здесь считать курицей, что считать яйцом. Избиение или возможность разбиваться на элементы определенным образом, на те же слагаемые, например, или порядок. Я бы не сказала, что порядок здесь первичен. А следующее за нулем число определяется как число как ноль плюс единица. Что здесь первично? Порядок или наличие вот этого разбиения на ноль и единицу? Нет. Нет никакой первичности, по-моему? Не-не-не-не-не. Нам вообще без разницы, как там следующее определяется. Оно может как угодно определяться. Мы можем никак, мы можем любое определение следующего использовать. Ну, то есть в самих аксиоах пиано, да, через плюсик сделано, да, когда мы допустим, теоретика типа випс образом это определяем, там мы просто говорим, что следующее это функция из натурального в натуральный, а что это за функция вообще никого не интересует. А сложение как сделает? Так же? А сложение обычным рекурсивным образом, так же как у пиано. С плюсиком. Ну, естественно, мы определяем, что значит плюсик. Что такое плюсик мы определяем? И мы его определяем как если мы ноль складываем с любым числом, то мы получаем любое число, а если мы ноль складываем со следующим за любым числом, то мы получаем следующее за нулем плюс то число, за которым следующее было. Ну, то есть вот у нас индуктивное определение, которое имеет у нас база индукции и индуктивный шаг. Ну и все, как бы пока мы в ноль не упремся, мы будем раскладывать. А что такое следующее, как бы не важно. Мы можем делать скачок на 10 чисел или на 20 или на 100, какая разница. Ну, то есть мы вообще не предполагаем, что есть какие-то вот эти платонисты, в платоновском духе натуральные числа, которые там какими-то свойствами обладают. У нас есть просто значки, и мы описываем, как этими значками оперировать, то есть как их переставлять. Если мы конкретизируем разговор. Получается, что сама операция плюс тоже, в принципе, может быть какой угодно, лишь бы она имела вот эти свойства на данной структуре, которые определяются. Да. Я тогда буду первый. Я хотел еще немножко пояснить по этому поводу. Ну, очевидно, мы имеем дело всегда с какими-то конкретными системами. Мы, например, арабские числа используем обычно, ой, цифры. Арабские цифры обычно используем для того, чтобы выполнять какие-то арифметические действия. Мы можем использовать что-то другое. Да, для арабских цифр мы знаем, что значит следующее число, да, вот если мы арабские цифры используем. Если бы мы использовали римские, то у нас понятие следующего было бы другое. Если бы мы использовали двоичную систему исчисления, то у нас следующее число тоже было бы другое. Но и то, и другое, и третье мы можем эффективно использовать и приходить к одним и тем же результатам на практике. Почему? Потому что структура одна и та же. То есть вот есть как бы начальный элемент, есть следующее число, есть операция сложения, которая вот так вот определена. И все. А что там на самом деле, какие значки мы будем использовать, и это не важно. И в зависимости от того, какой значок мы используем, то у нас и порядок другой может быть. Ну, получается, что тогда абстракция натурального числа как чего-то отдельно существующего, ну, как бы не требуется. То есть мы получаем все наши интуиции, исходя из систем нотации. Система нотации нам дали некоторые интуиции того, как числа должны работать. И эти интуиции мы реализовали в виде этих аксиом. Ну, вот и все. А если мы начинаем говорить о том, что у чисел есть какие-то внутренние свойства, то мы забегаем вперед и предполагаем, что существует на самом деле вот какой-то набор этих натуральных чисел. Они где-то там есть. Благодаря своему внутреннему устройству они находятся в таких-то отношениях друг с другом. Ну, мне это не кажется убедительным. Ну, не знаю. Мне все равно кажется, что внутренне... Я просто хотела коротко сказать, что вот то определение, которое вспоминала Вика, оно очень похоже на просто определение структурных свойств из контекста различения между структурой и функцией. И там действительно структура определяется как что-то внутреннее присущее объекту, а функция определяется как что-то присущее отношению между этим объектом и другими объектами, ну и как бы взаимодействиями между ними. Ну, это просто как бы разные понятия структуры, что ли. Но суть можно ухватить, если сказать, что просто то определение структуры – это, значит, структурных свойств. Оно получается, если мы просто берем объект и его сам рассматриваем как структуру, а не как объект единый. Вот если мы опираемся на математическую практику, то в рамках математической практики нет ничего более естественного, чем рассматривать натуральное число с точки зрения его внутренних частей, с точки зрения того, на какие части оно разбивается. Поэтому, мне кажется, относительно натуральных чисел глупо говорить о том, что у них нет никакой внутренней структуры. Что у них нет никаких элементов, и эти элементы не находятся ни в каких отношениях. Да, эти отношения напрямую зависят от того, каким образом организована вся система натуральных чисел. Но это нормально. Не знаю. Если ты так очень хочешь, то, наверное, можно говорить о том, что внутренние свойства чисел определяются структурными свойствами, то есть отношениями с другими числами внутри некоторой структуры. Да, и мне кажется, и все равно, даже как к сиоматике пиано, это имеет какое-то отношение. Но тогда ведь все равно нет внутренних свойств, как именно чисто внутренних свойств. Да, просто свойств нету. Есть только внутренние структурные свойства, если буду говорить в этом смысле. Хотя, мне кажется, например, свойство быть четным – это тоже структурное свойство. Или, например, свойство быть совершенным числом. Тоже структурное свойство. Конечно. Внешнее или внутреннее? Это внешние свойства. Потому что они все внешние. Не знаю. Внешние для нуля. А для следующих за нулем числами уже внутренние. Почему они для нуля внешние? Не знаю. Потому что ноль берется как первый объект. Он просто о нем говорится, что это первое натуральное число. Относительно нее она берется как примитив. А все остальные натуральные числа определяются через ноль и операции над ним. Ну, или через единицу и операции над единицей. Значит, мы любое натуральное число, которое больше нуля или единиц, в зависимости от того, что мы берем как первое натуральное число, будет иметь внутреннюю структуру. Как структуру вот этих, того, сколько там, не знаю, в них предшествующих единиц свержится. И как они связаны, могут быть связаны внутри этого большого натурального числа? У нуля нет никакой внутренней структуры. Что? Это не внутренняя структура, сколько предшествующих там единиц до числа. Это вот именно внешнее. Потому что эти единицы не внутри находятся, а снаружи. Ну, я не знаю просто, как еще какую терминологию использовать. Да, вот мы рассматриваем число 10. Мы можем его разбить на содержащийся в нем элемент определенным количеством способов. Этих способов конечное число. И эти способы пригодны только для десятки. Если мы возьмем число 11, у него уже будет другой набор способов разбиения его на слагаемость. И они будут уникальным образом только для 11 задаваться. Да, для 10 уже не подойдет. Ну и так для любого натурального числа, можно сказать. Кроме нуля. Да, потому что ноль не разбивается ни на какие натуральные числа. И у него нет никакой внутренней структуры. Ну, как это не разбивается. Еще как разбивается. Просто они будут через вычитание как-то задаваться. Ну, то есть, что такое ноль? Это 1 минус 1 или 2 минус 1? Мы уже не про натуральные числа говорим. Про целые, да? Ну, если ты хочешь сказать, что про целые положительные. Про целые вообще. Отрицательные бывают? Так, а при чем здесь разговор о них? Если 1 минус 1, это сколько будет давать? Ну, явно не какое-то целое, отрицательное. Ну, ладно, ладно. Ну, и все равно это будут внешние свойства, потому что даже если ты разобьешь свое число, допустим, четное, на какое-то, ну, каким-то образом, то для того, чтобы понять, что те элементы, на которые ты его разбила, являются двойкой и каким-то другим числом, ну, там, например, для восьми четверкой, ты должна сопоставить то, что у тебя получилось, тем, что, ну, в общем, с другими элементами этой структуры. И тогда и получается, что если бы ты не знала, что такое 2, ты бы не знала, на что разбивается твое число 8. Ну, я бы не знала, на что оно разбивается, но я бы знала, что оно разбивается. Или я бы этого тоже не знала. Если ты не знаешь, что оно занимает какую-то позицию отличную от нуля, тогда ты не знаешь, разбивается оно или нет. Мы же только что увидели, что ноль тоже разбивается на слагаемые. Значит, любое целое число разбивается. Ну, хорошо. На какие-то слагаемые нам даже не надо знать, на какие. А если взять геометрические фигуры в качестве примера? Ну, возьми. Не знаю, как взять. В качестве примера чего тебе нужно? Возможности разделения внутренней и внешней структур. Внутренних и внешних структурных сходств. Ну, вот я же говорил о резнике, который как раз использует геометрическую метафору. Точки — это у него позиции в структуре. Сами по себе они никакими внутренними свойствами не обладают, и поэтому они неразличимы. Они различимы только внутри структуры, потому что в каких-то отношениях находятся. Точно так же и получается числа. Сами по себе числа неразличимы. Неразличимы. Но когда они находятся в структуре натуральных чисел, они различимы, потому что они занимают определенные позиции. Да, у нас в геометрии есть, можно сказать, ур-элементы, да, точки. Но ведь из точек строятся множество других геометрических объектов. И мы можем различать их между собой по их внутренней структуре, потому как эти точки организованы в этих геометрических фигурах. Ну да, ну вот это и есть как бы структуры, которые из точек составлены. Структуры, конечно, отличают друг от друга. Сами геометрические объекты тоже между собой могут находиться в разных структурных отношениях. Так ведь? Да, так. Ну вот, значит, имеет смысл в некоторых контекстах различать внутренние структурные свойства для математических объектов и внешние структурные свойства для математических объектов. Нет, не имеет. Мне кажется, здесь надо посмотреть на само понятие структуры. Что такое структура? Структура – это какая-то абстракция от набора систем. Все. Если мы так определим, то у нас есть и верх, и низ, и мы понимаем, что является внутренним и внешним. Если структура – это абстракция от системы, отсюда все следует. То есть, тогда можно смело сказать, что мы можем структуру брать на разных уровнях, рассматривать отдельное число или рассматривать числовой ряд и так далее. Но структура – это всегда абстракция от какого-то набора систем. Наверное, так. И тогда вопрос о особых внутренних свойствах не встает. Тогда нет ничего внутреннего. Потому что каждая структура – это есть нечто внешнее. Насколько я понимаю, в общем, поправьте меня, если это не так, но получается, что для математических объектов внутренняя структура, если мы ее рассматриваем, она бывает даже лишней, создающей проблемы. Потому что вот эта проблема отождествления, как бы она же связана с тем, что у нас порядок один и тот же, но при этом, поскольку мы по-разному определяем элементы внутри этого порядка, получается, что у нас есть у них какая-то, как будто бы, какая-то внутренняя структура, ну, если мы теоретически, если мы через множество представляем числа «и», эта структура, она как бы поверх той структуры натурального ряда, для которой эти представления предназначены. И она выражает какие-то свойства, которые, вообще говоря, являются дополнительными. И вот в тех случаях, когда эти представления могут быть альтернативными, то эти свойства тоже у одних, у одного способа представления они есть, а у других нет. И, ну, это создает проблему. Так же, так ведь? Да, это так. Это те свойства, которые привносятся именно теоретико-множественным подходам в данном случае. То есть это именно те теоретико-множественные свойства, которых в арифметике вообще-то нет. И из-за них мы можем задать вопрос. Является двойка элементом пятерки? По арифметике такой вопрос, в принципе, бессмысленно задавать. Если мы придерживаемся вот такого редукционизма к теории множеств, тогда это вполне осмысленный вопрос. И на него даже можно ответить, да или нет. В зависимости от того, как мы сводим натуральные числа к множеству. Ну вот и получается, что структурные свойства играют роль в условии тождества для разных математических объектов. Они не играют. Это лишние свойства, которых быть не должно. Это не свойства арифметических объектов. То, что они там являются... Существует теоретика множественных объектов. Какая разница? Ну да. Ну, теоретика множественная – это совсем другое. Вот мы смотрим... Когда погружаем только арифметику в теорию, может, тогда у нас это все возникает. А теория множеств тоже получает структурную интерпретацию, но по-другому. Как алгебраическая теория, а не категорическая. И там мы смотрим... У нас каждое отдельно взятое множество – это структура. Да, имеет внутреннюю структуру. Не внутренняя – это структура. Ну, Господи, иметь элементы – значит иметь внутреннюю структуру. Быть элементом – значит иметь внешнюю структуру. Нет? Так это не структура. Само множество – это и есть структура, а элементы – это позиции в ней. но они не могут иметь структуру для теории множеств это неважно ты опять какой-то редукционизм пытаешься пропихнуть нет я пытаюсь разобраться а для геометрии это важно или нет мы раз например различаем треугольники от квадратов глядя на внутреннюю структуру на то как они организованы там какое них количество углов сторон нет наверное мы их отличаем как-то делаем это открытый вопрос а геометрия относится у тебя это категорическая теория или алгебраическая геометрия конечно алгебраическая но значит она описывает семейство структур а что такое категорическая теория или эта теория которая описывает только одну структуру но нет я не верю арифметика только одну структуру описывать ну как-то мне странным кажется это понять что разве бывает бывает разные натуральные числа они как-то по-другому себя ведут а одну структуру ну может быть да я просто у меня заскок вышел я подумал одну систему одну структуру да может быть и бесконечное множество систем которые реализуют эту структуру понятно ну что какие еще вопросы есть или возражения по поводу внутренних свойств ну видимо вопросов нет больше тогда всем спасибо за обсуждение и встретимся в следующий раз надеюсь спасибо всем за интересное обсуждение до свидания спасибо до свидания 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 Продолжение следует...